МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1884 году открылись качкарские прииски. До революции насчитывалось свыше 400 отводов площадей, заявленных под добычу золота. С 1895 года Качкарь становится одним из крупнейших месторождений страны и дает более 50% рудного золота всей царской России. Сегодня в селе 200 дворов и 611 жителей. Действует детский сад, школа, спортивно-досуговый центр, фельдшерский пункт и ветеринарный участок. Наше село в богатейшей истории, и рассказ о нем я хотела бы начать с памятника. Ей бы в Эрмитаже экскурсии водить. Глава качкаря Елена Кривозубова, хоть и голова у нее забита оконными блоками для будущей библиотеки, о родном селе прямо-таки с актерским талантом рассказывает. Как вы думаете, что это за здание? А это здание детского сада. Когда-то оно принадлежало купцу Симонову. Построен в 1910-м, национализирован в 1920-м, в 1978-м превращен в детский сад. Дети, здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, а теперь мы пойдем с вами обедать. Здесь стены шириной по метру, а высотой все шесть. Здание крепкое на века. Еще хоть сто лет реконструируй и пользуйся. В 2013 году была произведена реконструкция детского сада. Было построено два капитальных пристроя. И в детском саду было много приобретенного оборудования. Благодаря районному финансированию приобрели интерактивный комплекс, игра развивается, игровое оборудование. Каждое рабочее место педагогов у нас компьютеризировано, что позволяет более качественно и интересно воспитывать наших детей. И правда, качество местных питомцев налицо. Вон какие грамотные! Моё сила качкай! Наша школа деревянная, расположена в старом купеческом доме. И ей в этом году исполняется 99 лет. Сто лет назад планировали здесь маркшейдеров учить. После революции сделали педклассы. Первый школьный выпуск состоялся в 1928 году. Несмотря на столетнюю историю, наша школа живёт. Наша школа принимает участие. В школе сейчас, в данный момент, обучается 67 учеников. Наша школа отвечает всем современным требованиям. Дети и педагоги участвуют в соревнованиях районных, участвуют во всероссийских олимпиадах. Есть победители, призёры. Но всё ж везёт директору Ишмухаметовой на артефакты. Школа раритетная и в собственном доме нашла чемодан солдата Великой Отечественной, с которым сержант Тимофей Хребтов в 1945-м демобилизовался. И на крышке письмо красноармейца. Если останусь жив, то вам напишу. Написал бы вам свой адрес, но сам не знаю, где и кто у меня есть или нет. Свои были родные. Жена, дети, сын. Под Харьков, в Чугуевке. Качкарь, музей под облаками. Что не вещь, реликвия, что не дом, архитектурная ценность. Но житие здесь вполне современное. Наше село старинное, но инфраструктура в нем совершенно современная. Оно полностью газифицировано. 100 домов подключено к газу. Проложена водопроводная линия, водопровод подведен во все дома. 3,5 километра улицы заасфальтировано, а это 55% наших дорог. В селе есть высокоскоростной интернет, телевидение, устойчивая мобильная связь. Лет 150 назад здесь была конюшня. А сегодня здесь совсем не конюхи. Совершенно культурные работники. Здесь спортивно-досуговый центр. Здесь первоначально была конюшня, и, естественно, были кони. Вообще раньше на праздник Вознесения Господня была традиция проводить в качкаре ярмарки. Так вот, купцы устраивали скачки. На этих скачках были прекрасные подарки. Надо сказать, что были, например, сабли, украшенные драгоценными каменями. Овцы могли быть подарены, и также даже те же самые кони. Торговые ряды, которые первоначально существовали, они, конечно же, сейчас сохранили свою первозданную красоту. Они есть у нас в селе, они стоят. Мы ими гордимся, потому что, в принципе, это как раз архитектурные ансамбли, которые украшают наше село. Надеемся, что в дальнейшем когда-либо они будут отреставрированы. И будут радовать наших жителей. Там, где цокали копытами породистые рысаки, сегодня постукивают каблучками воспитанники театрального коллектива «Солнышко». Елена Пивоварова знает, большая районная удача найти денег и превратить денники в культурный центр. Ну и что, что вороные здесь зазыгно ржали. Акустика такая, что звонко пить самое то. ПЕСНЯ 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 Кстати, конные купеческие традиции в Качкаре живы и процветают. И возродил их конозаводчик Андрей Сундырен. Благодаря ему горцует по Качкарской земле огромный табун, где живописно прицокивают породистые тяжеловозы – владимирские и советские. ПЕСНЯ Здесь живут три сестры. Конечно же, никакого отношения к Чехову они не имеют. Сестры знают все о истории Качкаря. Хотя к литературе некоторые отношения у этих девушек есть. ПЕСНЯ Я родилась и выросла в Качкаре. Закончила Качкарскую школу, потом уехала учиться в Челябинск. Из Челябинска я по комсомольской путевке уехала строить, восстанавливать Ташкент после землетрясения. И вот там, на Чужбине, меня всегда не покидала тоска о родине. А в этом Качкаре, где я родилась, где прошло мое детство, там были чужие другие люди совершенно. Вот таких людей, как в Качкаре, нигде нету. Добрых, отзывчивых. И такой красоты, как в Качкаре, тоже нигде нету. И вот эта вот тоска по родине, она были вот такое вот написательство. Моя первая книга называется «Вдали от родины». Татьяна Максимовна несколько книг издала, Нина Максимовна две. Школьный физик по образованию, качкарский доктор исторических и литературных наук. В 1845 году было открыто рассыпное золото, в 1862 году было открыто жильное или рутное золото, алмазы и разные самоцветы. И вот литераторы, конечно, которые посещали Урал, они не могли обойти эту стороной. Так Павел Бажов в своем сказе о солнечном камне говорил о том, что можно сбегать с героем в Качкаре и, в общем-то, набрать, так я скажу уже, и золотого песочка, и розовых аметистов. Нина Максимовна будто в Качкаре 18 века на машине времени по ночам гоняет. Заслушаешься. В Качкаре не только театр был. Когда мамин-сибиряк проезжал по нашим местам через Качкаре, он ехал в Кумляк лечиться на кумыс и лечения, он, естественно, обратил внимание на вот эти базарные дни, которые проходили как раз. Народу было, как он говорит, скопище. Все было заполонено народом. Ничего они только не делали. Да, прежде чем они ехали, и он говорил, ну где же вот это, это. Говорили, все, найдем в Качкаре. Вот доедем до Качкаря, там все будет. Здесь, значит, одни были в казино играли, другие сидели в барах, в пеликивах, третьи выясняли отношения, вот до того, что с разорванными вербахами ходили. И только младшая Машенька знаниями не похвалится, умными сестрами гордится, а сама при них генералом состоит. С ней творчески не закапризничаешь, пешком ходить в лес будешь. Мы три сестры, это вот летнее время, это мы единое целое. Мы всегда вместе. Туда-сюда, сюда-туда я их на машинку закину и поехали. Куда-нибудь в леса, по садам каким-нибудь, на Клотлике, еще куда-нибудь за ягодами. В этом приходе заведует отец Борис. Говорят, он хороший механик и разводит породистых козлят. Давайте пойдем познакомимся с ним и посмотрим, как он справляется с делами божьими. Храм Качкарский, Свято-Вознесенский в рекордные сроки возвели. В 1867 начали, в 1867 купола подняли. Своды у Божьего дома греческие, а история на три романа хватит. Отец Борис каждое десятилетие в подробностях знает. После того, как в Челябинске был разрушен женский монастырь, все монахини разогнаны. Здесь жили три монахини. Вместе они помогали священнику обустройству храма, порядок соблюдать. И, соответственно, если сами монахини здесь, то и образ жизни монашеский здесь тоже присутствовал. Очень много людей окормляли здесь. По Качкарской легенде, по преданию, один подземный ход из храма шел в сторону этого дома. Куда уж выходил, мы не знаем, и история умалчивает. Это был дом священника. А второй уходил за деревню, в сторону горы. Бережет историю, оберегает мощи Серафима Саровского, ухаживает за древними надгробиями первого священника и мецената-строителя. Сегодня весь в заботах о газификации храма. Батюшка Борис – человек светлый. С первых минут грехами в нос не тычет, Божьим наказанием не угрожает. Оттого и звери, и люди к нему тянутся. Знакомьтесь, это Мурашка. Он осиротел, у него умерла мамка, а отец Борис его усыновил. Мурашку из соски кормит большерогих красавцев из мешка. Сам пасет, сам траву косит. Гордыня отцу Борису – лично знакомая. Это вот Занинский, мы его из Сургута привезли. Молочное будет от него, это стадо. А это все пуковые. Козлы рогатые, голуби хохлатые. С интересом батюшка к жизни относится. Увлекается радиотехникой, рисует. В детстве, говорят, даже на баяне играл. Все сам и крышу перекрыть может, и мотор по запчастям разобрать. Матушка Александра и дочка Серафима работящим отцом гордятся. Зачастую так бывает, что батюшка работает в мазуте, весь в грязи, в рабочей одежде. Прихожане приезжают на машину что-то спросить. Подходят к нему, скажите, где батюшка? Я батюшка. Как вы, батюшка? Без одежды, руки в грязи, по мазуте, по колено. Все пыльный, грязный. Не уснают. Считают, что не может батюшка быть одновременно механиком и священником. В Великую Отечественную священники со своим народом даже воевали на передовой. А уж поршни в двигателе поменять, ряса совсем не мешает. Людей не хватает, приходится учиться всему, чтобы хоть маленько от бабушек на автобусе в церковь будем ввозить. Сейчас вот взяли старенький, восстановили его, отремонтировали, маленько починили. Вот сейчас вроде должен поехать. Тут сложного-то ничего нет. Все нормально, все обычно. Не космический же аппарат. Село Качкарь. Село с золотым прошлым и перспективным будущим. Здесь дед и внукам по интернету пересказывают историю родного края, а она многогранная, еще дышит в каждом сохраненном старинном особняке. От Москвы до Челябинска 1800 километров, от Челябинска до Качкаря 150 километров. Можно добраться автобусом, автомобилем, автостопом. Мы будем рады видеть вас в нашем старинном, гостеприимном, замечательном селе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА